Эстонские политики критикуют линию главы финского МИД, Россия сама является главной причиной плохих отношений с ЕС, или, Финляндия. Селия Масса, или, Финляндия. 17 сентября 2019 года. Таллинн, в начале сентября министр иностранных дел в Финляндии Пека Хависта, Пека Хависта, сказал в интервью Financial Times, что Европейскому Союзу нужно улучшить отношения с Россией. Хависта обосновал свое мнение тем, что без России тяжело представить решение глобальных кризисов, например, трансатлантической напряженности или Брексита. Бывший президент Эстонии Таумыс Хендрик Эльвес, Таумыс Эндрик Эльвес, раскритиковал позицию Хависта в Твиттере. Эльвес спросил, с какой стати Европе вообще нужно воспринимать Россию как партнера. Во-первых, Россия сама виновата во многих международных конфликтах или причастна к ним. Во-вторых, проблему напряженности в Атлантике вряд ли можно решить при помощи России, ведь она в какой-то степени вызвана Россией. В-третьих, тоже можно сказать и о Брексите. Нынешний министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, Урмас Рейнсалу, а также бывший министр иностранных дел страны, депутат Европейского парламента Урмас Поэт, Урмас Поэт, разделяет позицию Эльвеса. По их словам, причиной болезненных отношений России и ЕС является сама Россия. Финская телерадиокомпания Юле, или, побеседовалась с обоими политиками по телефону. Проблемы в отношениях ЕС и России связаны с действиями России на востоке Украины. Отношения вряд ли станут лучше, пока Россия не прекратит совершать на Украине международные правовые преступления, говорит Рейнсалу. По мнению Рейнсалу, Европа стремится выстроить хорошие отношения с Россией еще с момента распада Советского Союза. Еще около 10 лет назад ситуация была довольно хорошей, Однако все резко изменилось в 2014 году, когда Россия вторглась на восток Украины и захватила Крым. Однако Пека Хависта не одинок в своих мыслях. Например, президент Франции Эммануэль Макрон, Эммануэль Мачрон, продвигает идею улучшения отношений с Россией. На встрече с Владимиром Путиным в августе 2019 года критика президента Финляндии Саулининистё, Саулининиста, в адрес России тоже была довольно легкой и миролюбивой. Эстонские политики хотят, чтобы руководители Европы придерживались единой и более однозначной линии в отношении России. Хуже всего, если Путин будет отдельно встречаться с руководителями стран Евросоюза и поймет, что никакой общей линии нет, все страны стремятся к разным целям. У Путина не должно сложиться впечатление, что Евросоюз может расколоться по российскому вопросу на разные лагеря, говорит Урмас-Поэт. Он считает, что антироссийские экономические санкции – удачный пример единой линии стран Европейского Союза. Все страны С разделяют общую позицию в вопросе соблюдения и сохранения санкций, и это очень позитивно. По мнению обоих эстонских политиков, с Россией важно поддерживать коммуникацию, но диалог с Россией не должен означать компромиссов в важных вопросах. Фундамент Евросоюза – правовые государства, соблюдение международного права и прав человека. Этих принципов важно придерживаться, говорит Урмас-Рейнсалу. Урмас-Поэт считает, что Евросоюзу стоит больше общаться с населением России. Он считает, что, к примеру, через культурное сотрудничество россияне смогли бы лучше понимать европейскую систему ценностей. Простые россияне могут иметь свое мнение о Европе, независящее, к примеру, от пропаганды, распространяемой российскими телеканалами, говорит поэт. По словам эстонских политиков, в последнее время Россия не стремится сблизиться со странами Европы. Европейский Союз интересует Россию главным образом как торговый партнер. Я не думаю, что в ближайшее время Россия изменит свои действия на Украине настолько, что сотрудничество с Европой расширится, говорит Урмас-Поэт. Он надеется, что европейские страны, имеющие с Россией торговые отношения, не забывают об этом. Экономические интересы не могут стать причиной того, чтобы закрывать глаза на нарушение России прав человека. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.